Анатолий Иванович Хопатько Анатолий Иванович, ну вас можно поздравить теперь, да? У вас теперь на какое-то количество инструментов в оркестре стало больше, да? Или как? Или это не прибавление, это замена старых? Да нет, Женя, да, правда. В этом году, конечно, спасибо администрации города Благовещенска, депутатскому корпусу, что нашли возможность выделить на деятельность нашего оркестра и приобретение таких инструментов, уже характерных для симфонического оркестра. Во-первых, мы приобрели, сумма выделена была 1 368 000. В основном инструменты были закуплены с Москвы, потому что очень сложно было найти инструменты, такие как литавры. Ну, литавры вообще, литавры это инструмент редкий, не каждый оркестр имеет этот инструмент. Во-первых, они делаются под заказ за какое-то определенное время. Ну, так получилось, что были в наличии. Мы в основном купили хорошие профессиональные инструменты. Это инструменты фирмы Ямаха. Да, они настраиваются, педальные, профессиональные, такие брендовые инструменты. Наши музыканты на них работали? Нет, никогда. Нет? Никогда. Вот я сейчас взял девочку работать к нам. Молодую, конечно. В основном стараюсь в оркестр сейчас брать молодежь. Молодежь перспективную, молодежь талантливую, на которых приятно смотреть, с которыми приятно работать. Это, во-первых, мы приобрели скопичный контрабас, которого у нас еще никогда не было. А у нас есть музыкант, который будет играть? Да, есть у нас музыкант, который будет на нем играть. Все-таки потом мы приобрели тубу, оркестровую тубу, фирменную тубу, хорошую, у нас уже играет человек на ней. Мы приобрели двое клавишных инструментов. Это одну хорошую рабочую станцию, Yamaha, тоже все фирма Yamaha. Мы такой бренд выбрали, довольно-таки в мире известный бренд Yamaha. Он качественный, все инструменты качественные. Так что вот наш оркестр сейчас пополнится такими инструментами. Мы полностью приобрели чехлы на эти инструменты, чтобы можно было гастролировать. Да, гастролировать, при транспортировке все было в сохранности полной. Ну и также вы же знаете, что мы работаем как оркестр международный. В Китае приобретены были эти инструменты где-то год назад. Также литавры, контрабасы. То есть сейчас догнали фактически? Да, сейчас мы, как бы мы, у нас паритет. И уже китайские музыканты, когда будут к нам приезжать, вот первый концерт будет совместный. Это 8 и 9 мая. Мы будем работать. Большой совместный концерт, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны, Победы. Это будет большой концерт, праздничный концерт, который пройдет в Большом зале ОКЦ. Уже большим составом, порядка 70 человек будем играть уже симфонические произведения. Это, я еще раз повторю, это инструменты симфонического оркестра. Анатолий Иванович, какая сейчас работа должна провестись с музыкантами, с оркестром, для того, чтобы действительно теперь поднять уровень свой на порядок и играть симфонические произведения? Знаете, работа у меня постоянно идет на этом. Мы не только играем джаз, мы играем еще раз. Но инструментов-то не было. Инструментов не было, да. Возможность играть какие-то симфонические произведения уже есть. Не симфонические, а большие, крупные, как это, допустим, симфонии, концерты какие-то. Это, конечно, нет. Во-первых, у нас небольшая скрипичная группа, да? И нету характерных еще инструментов, тех, которых нету. Исполнителей на тех инструментах, такие как Гобой, Фагот, Волторны. Исполнителей нету. Так, ну, повелось, что у нас в Морской области их не было практически никогда. Это не Хабаровск, это не Владивосток, где крупные города. Но какие-то и странные симфонические произведения мы уже сможем легко играть. Уже понимаете, какое первое произведение будете разучивать? Да. И первый концерт, который мы будем проводить, это будет 18 января, который посвящен открытию года памяти и славы. У нас, знаете, в этом году, этот год, 2020, объявлен годом памяти и славы. И мы будем играть большой концерт, в котором будут уже использованы все вот эти инструменты. Угу. Ну, в общем, это будет для всех, я думаю, жителей Благовещенска, ну и для тех комовчан, которые... Да, и Амурской области. Да, 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 да. Ну, конечно, пользуясь случаем, хочу поздравить, во-первых, всех с Новым годом. Я меня забыла в этом сказать в начале, вы как-то меня... Хочу поздравить всех, пожелать, конечно, нашим, именно работникам культуры, работникам искусства, творческих успехов, побед, здоровья, счастья. Угу. Ну, если уж говорить про Новый год, да, и про подведение итогов года предыдущего, 19-го, то я полагаю, все-таки для оркестра, ну, в частности, для международного оркестра, да, это был все-таки такой серьезный скачок, переход на какое-то качественное новое время. Да, Женя, в конце этого года мы съездили в Пекин, мы выступали с Елисеевским академическим ансамблем «Песни и пляски» под руководством Елисеева. Мы работали в Пекине, я дирижировал одно произведение, одно произведение дирижировал мой коллега из Китая, и это были дни города Хэйхэй в Пекине, да, это очень такое знаменательное событие для нашего оркестра. Ну, то есть, 19-й год точно в памяти останется. Да, у нас, во-первых, расширился репертуар, а сейчас он еще более расширится. Так что вот в 2020 году мы ожидаем серию больших концертов, как и по Китаю, так и, думаю, по нашей стране. Уже есть какие-то конкретные предложения? Вы уже понимаете, куда есть возможность? Да, есть предложения, но что со стороны Китая уже есть предложения, поездки по южным провинциям Китая, порядка 20 дней мы будем гастролировать. Мы ездили по провинции Хэйлудзян, сейчас нас пригласили уже по южным провинциям Китая, и мы поедем с большим составом нашего оркестра. То есть, такое международное оркестр, это уже, безусловно, бренд однозначный в России, в Китае. Да, это уникальное вообще событие, я считаю, что в музыке, да, трансграничное такое соседство наше, наших музыкантов, наших оркестров, наших городов, наших стран. И вот мы создали такой бренд, международный оркестр, такого нет вообще в мире. Это он единственный уникальный? Да, он единственный, где работают по 35 музыкантов. Как будете продвигать дальше? И вообще, в принципе, в какую сторону, в каком направлении, Анатолий Иванович, хочется двигаться? То есть, сейчас вот не захватит ли вас полностью классика вот этого в связи с новыми инструментами? Знаете, эти инструменты используются и в джазе, и в эстрадно-джазовой музыке, и в эстрадной музыке. Главное правильно, это к этому подойти. То есть, в репертуаре будете соблюдать баланс? Баланс обязательно, обязательно. Во-первых, мы все-таки есть муниципальные оркестры, во-первых, у нас есть какие-то муниципальные заказы. Ту работу, которую мы обязаны сделать, те концерты, которые мы обязаны провести. Это патриотическое направление, это эстрадное направление, эстрадно-джазовое направление. Мы как работали эти концерты джазовые, так и будем работать. Как работали патриотические концерты, или концерты, посвященные каким-то памятным нашим датам, мы будем их работать. А что касается сотрудничества с китайским оркестром, вот как у вас опять же происходят вот эти совещания, выбор репертуара, с чем поедете по югу Китая в частности? Я уже как-то говорил на вашей передаче, у нас все в паритетах, 15 произведений их, 15 произведений наши, то есть или 10 на 10, но все равно от характера произведений, вот сейчас мы 28 числа уезжаем опять, 28 декабря мы даем два концерта в городе Хэйхэ, это посвященный Новому году, также и закрытию вот этого года, 70-летия основания Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между СССР и Китаем, и вот закрытие этого года, и мы будем играть те знаковые произведения, которые звучали, но на торжественных мероприятиях, это и Красное Знамя китайское, и наши будем песни, посвященные России, петь и посвященные Китаю, то есть все на паритетных мероприятиях. В общем, Новый год в работе, я уже поняла, планы до 20-х уже составляются, поэтому, Анатолий Иванович, большой привет, конечно, всем музыкантам, всем артистам, и с Новым годом вас! Спасибо и вас! Я напоминаю, что сегодня с гостях был Анатолий Иванович Хопатько, художественный руководитель и дирижер концертного оркестра Амур Джаз Бэнд. Вы смотрели в центре, внимание, до встречи в эфире!